Работа коммунальных служб в новогодние каникулы стала основной темой оперативного совещания главы Ленинского городского округа. Руководители предприятий и управляющих компаний доложили Алексею Спасскому о том, что в уборке муниципальных дорог и вывозе снега было задействовано около 200 сотрудников и 35 единиц техники. Предприятие занималось в тесном взаимодействии с другими службами округа, с территориальными отделами, уборкой муниципальных дорог и всех объектов дорожного хозяйства. В основном силы все были прошены на уборку муниципальных дорог, вывоз снега, ну и приведение в порядок. Были проблемы с подтоплением, их убрали, работали с обращением граждан, ну и собственно без особых происшествий. Сотрудники МЧС отметили, что чрезвычайных ситуаций было много и приходилось работать в усиленном режиме. За праздничные дни у нас произошло 15 пожаров, один человек погиб, травмирование людей не допущено. Проводились мероприятия профилактические в полном объеме при проведении мероприятий новогодних. Ну и также продолжаем в связи с низкими температурами проводить профработу в населенных пунктах. Также на встрече был заслушан доклад о работе медицинских учреждений в праздничные дни. В период с 1 по 8 января все подразделения АПС, службы и стационара работали в ежедневном режиме. Стационар работал круглосуточно. За выходные поступило 332 человека, выписано 153. Состоит на сегодня 366 пациентов. В ежедневном режиме работали все три поликлиники. В том числе открытая 30 декабря поликлиника на 100 посещений ЖК «Зеленая аллея». 8 амбулаторий и 1 офис врачебной практики. Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко рассказал об итогах работы депутатского корпуса за прошедший год. Депутаты у нас также за прошлый год отчитались полностью и в газете были публикации, и прямые эфиры на Видное ТВ. Большое спасибо всему коллективу, нашего телеканала. Далее наши отчеты будут размещаться уже в сети интернет на платформе «Избиратель депутат». В завершении встречи глава муниципалитета подчеркнул важность поставленных задач. И главное – своевременное решение всех проблемных вопросов. 23-й год начался, все люди опытные. Есть история переходящая с 22-го года, как то строительство пешеходного перехода на станции Сергей Анатольевич. Есть текущие задачи, которые никогда не заканчиваются. Они, может быть, идут по кругу, но тем проще их выполнять. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.